Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Таски, и перед началом серийки я бы хотел передать привет игрокам с теми чуваками, мои любимые подписчики, с которым я играл именно за эти дни между серийками, это Индивинг Майк, этот Рамсик, Семенев, Ананас СПБ, и вроде бы всё, с Миго я не играл, но я тоже могу ему передать привет, потому что он офигенный парень. Миго, Аналгин, ещё кто, Кирилл естественно, Леопольд, ему всегда я готов передать привет, за всю его помощь, и кому ещё, я не забыл, может быть, я помню, что короче, когда я встретил Ананас СПБ, я его ещё увидел сначала в комментарии, а потом я увидел его на серваке, и он был с какими-то чуваками в машине, это был Семенев, вроде бы так, да, вроде бы так был его никнейм, и ещё какой-то чувак, но я забыл его никнейм. Блин, а в другой реально подписался и тот на меня, и я такой, типа, злая тварь, не говорил ему привет. Ну, если он видит эту серийку, значит, он меня смотрит, блин, я уже спалил что-то, значит, он меня смотрит, значит, он напишет в комментарии, какой у него ник точно, и я ему передам в следующей серийке. Пацаны, у меня пополнение... ой, нет, не с того начал. Я поменял себе никнейм, наконец-то, я собрал 200 кристаллов, сейчас у меня 24, у меня сейчас никнейм просто белый таски. Я знаю, что, по-моему... а, я смотря, забыл передать привет, как так-то? Смотря, привет тебе, братан, я забыл тебе передать. Блин, как так-то, а? Так вот. У меня никнейм сейчас просто таски белым, уже нету приставки МД, нету уже синего... Нету этого синего противного цвета, и сейчас будет просто вот так вот. Что, какие у меня ещё изменения? Я, вроде бы, ничего больше не купил, кроме одного, одной очень важной детали. Когда вышла серия про то, что я купил себе М5-F10, ещё передать... Ещё вечером передать... Да что у меня с голосом, с горлом, я не понимаю, то есть я... И с языком. Так вот. Ещё вечером до этого, просто я до этого, кстати, записывал Форзу, поэтому... Ещё вечером до этого, я хочу уже сказать, наконец-то, я взял и продал М5-F10 за 5 лямов 500. Почему? Сейчас я вам расскажу. Но пока что вам покажу... Да. Моя новая тачка. Пацаны, я любил М5-F10, она мне была очень дорого, но настало время сменить её. И это тачка Audi S8. Просто самая офигенная тачка, самая офигенная Audi, которую я очень-очень сильно люблю. Сейчас, пацаны, я возьму себе одну маленькую салфеточку и протру тут что-то, потому что я опять вылил, потому что я криво руки. Ой, что у меня тут происходит? Ой, страшно, страшно, пацаны, страшно. Включай. Так вот, это моя новая Audi, номера я сам выбирал, потому что тут сначала были украинские фулл-блаты, которые сказали, типа, братан, а ну-ка быстро давай сменим номерочки, потому что... Эти номера я тебе не отдам, братан, не-не-не. И я выбрал вот эти вот раз, 5-8-5-8, да, 5-8. Чё у меня там снизу происходит? Окей. Ну вы видите, короче, номера, очень-очень-очень классная тачка. И прикол в том, что я вообще не замечал Audi S8 на CCD, в принципе. То есть, я видел S8, я видел после покупки, когда мы... Кстати, я забыл сказать важную вещь. У смотри была днюха, ему 17 лет, поэтому можете поздравить его, потому что он офигенный чувак. Мы с ним тусовались, бухали в игре. И нам было нормально, кайфово. И мы помогали новичкам тем самым. То, что мы их отвозили, там всякие вот эти вот приколы, так вот. Вот, Audi S8 я очень-очень-очень редко вижу на сервере, я не знаю почему. Типа, мне сказали, что... Не то, что сам факт того, что их нет, просто потому что у них... Она никому не нужна. А просто никто их не продаёт. Типа, они есть у чуваков, но никто не хочет их отдавать. Я не знаю, почему тут обвес вроде бы стоит 3 ляма. Сама тачка стоит 8 ляма, вроде бы или 6 с чем-то. 8 вроде бы или 7. Но не важно. Я её купил за 7,3 миллиона, потому что я считаю, что это хорошая цена. И мне нормально, я катаюсь на ней, и мне офигенно. Я, кстати, до сих пор собираю кристаллики. Не знаю почему, просто... Просто ради того, чтобы у меня был этот значок, то, что у меня 20... Ой, то есть у меня почти 20 дней я уже собираю эти кристаллы из-за этого. По-моему, сегодня 17 день, вроде бы. И я собираю эти кристаллики на моей новой аудюхе, которая мне очень сильно нравится. Я забыл ещё что-то рассказать, пацаны. Помимо того, что... Ой, что я сказал? А, кстати, я его купил у... Я забыл, называется клан у Лайона. Так вот. Что я хотел сказать? А, вначале она была серой, а так всё так и осталось, как была при моменте покупки. И ещё чип я сменил. И, блин, я реально доволен. Почему же я продал М5F10? Просто она мне не зашла. Вот и всё. Просто я жаловался постоянно на неё, потому что... Ну, не хочу я на ней кататься. У меня есть М5F60, я поставил тот же самый чип. Вообще ноль отличий. Вот, чтобы вы понимали, если я здесь поставлю чип от М5F60, то это будут совершенно разные тачки. М5F10 и М5F60 на том же чипе, это просто одно и то же. И мне стало скучно. Я такой, типа, блин, нафига она мне нужна? Вроде бы М5F10, вроде бы стильная, вроде бы нравится, вроде бы что-то... Такое, конечно. И из-за этого я выбрал просто продать её первому встреченному чуваку, который сказал, типа, продаёшь? И такой, ну, окей, давай я её продам. И я её продал. И я остался доволен тем, что, не знаю, я не потерял вообще деньги за эту... За эту тачку. Это хотя бы один плюс. Не знаю, она мне просто не запала в душу. Вот, а у ТС-8 сначала вроде бы, типа, прикольная, вроде бы не очень, а сейчас прям реально нравится. Сейчас я вам покажу, как сейчас выглядит Гелендос мой. О, сейчас я чекну. Эй! Эй, бежим! Пацаны, заль. Простите меня за это. Чихаю, как кот какой-то или больная собака. Ну, мне нормально. Так вот. Аудюха мне прям в кайф зашла. То есть, что в кайф зашла? То есть, ну, просто кайфовая. Кайфовая тачка, чтобы ехать вот так вот спокойно. Я, кстати, знаете, почему я не брал С-8? Потому что я думал, что... Из-за этого я не буду вообще кататься. Потому что я и так не катаюсь на Делике. Ой, короче. Я думал, что я вообще не буду кататься на Делике. В принципе, но это не так. Делики, Аудиос 8, вообще разные тачки. Я сейчас опять чекну. Ой. Не надо. Не надо. Не надо. Ай, я сейчас хочу чекнуть, я не могу. Ой, что происходит? Ой, фазырные. Ой, знали бы мое сейчас состояние. Не могу сделать серию, а. Сейчас бы стонать. Я понял. Короче, офигенная тачка. Я вам сейчас покажу мою... Я даже не сделал нормально ничего по этой машине, но... Все будет, пацаны. Все будет. То есть, по F10. А по Аудюхе мне даже нечего снимать. Просто как я катаюсь. И все. Этого достаточно, чтобы знать о нее. Что я бы хотел еще сказать. Когда я ее продам. Потому что, опять, я в 10... Что мне оно заложился. Сорян. Мпять, я в 10 я сказал, что я ее продам через месяц. Что я рассказывал. Ой, короче. А, водичка. Так вот. Мпять, я в 10 я говорил, что я через месяц продам. Но это вообще не так. Я ее сразу продал в тот же вечер. Ну, то есть, через день. Как я ее купил. Или через два. О, в Вортекс. Кстати, в Вортекс. Нужно ехать. А если бы я сейчас был по встречке, мы на минус права сразу. Так вот. Что я хотел сказать-то. Я не знаю, когда я ее продам. Но S8 уж точно... Она и в принципе уже держится больше, чем М5. Но S8 мне еще... Она мне не надоедает, как М5-F10. Просто... Во-первых, самое главное, это то, что М5-F10 прям очень их много. И ты ее можешь встретить на ЭКХ, на БУ. Там как они катаются. Даже на ЭКХ. На БУ просто продаются. А S8 я ни разу не видел на БУ, как она продается. И в принципе, офигенная тачка. И мне сказали то, что мне очень сильно повезло то, что я в принципе ее нашел. Потому что многие чуваки хотят купить ее себе. Наход... Здорово. Все нормально, да? Короче, многие чуваки просто берут и покупают. И сказали, типа, покупать салон и ставить тюнику. А не сказали, типа, то, что я везунчик. То, что я нашел у кого-то. Я как раз записываю. Здорово. Это не тот ли чувак, который был со мной? О, КУ. Так, а, по-моему, так надо и был тот, который был в машине. Ну, окей, окей. Тогда я передал всем. Все. И сейчас едем куда? Едем собирать кристальчики. Пока что... Блин, офигенно, когда подписчики могут там садиться с тобой в тачке. Я считаюсь такой. Приятно. Так вот. Что он сейчас напишет? Мы тут работяги. Я вижу. Я тоже... Не, мажор. Я тоже работал. Знали бы вы сколько часов я работал и потратил в этой жизни на CCD, чтобы просто работать на автобусниках? Вы бы офигели, конечно. Что, мне опять залагало звук? Я не понимаю, почему постоянно. Вы сколько видос в видео выпустишь? Кстати, я думаю, что наоборот, типа, МТА выпустить раньше, а Форзу позже. Что у меня происходит в доме? Я не понимаю. У меня тут звуки какие-то странные. Не знаю точно. Наверное, завтра. Я тут разговариваю, что-то возле двери, по-моему, мама. То есть... Ну, нормально, мне тут атмосфера. Блин, ну, она валит. Кстати, она валит 300 на самом деле на 98+. Просто у меня тут смешанный бенз и так вышло. Нужно вам еще показать мой новый цвет на гелике и мой новый цвет на... Ну, и то есть старый цвет, который я вернул на M5-60. Не знаю. Мне аудюха очень сильно понравилась. И ананас давно ее увидел. То есть еще два дня назад вроде бы, потому что я столько не снимал серийки. Я буду снимать, наверное, чаще уже Getting Overage, чтобы попытаться ее пройти. Но пока что у меня тут одна проблема, потому что... Есть тут одна проблемочка, которую нельзя пока что решить. И она решится только в половине июля. Так, что у меня происходит? Ой, я понял. Ой, я понял. А тут сбиваются эти деревья, что? Все окей. Почему я как будто простудился, я не понимаю. Что делать? Сейчас едем собирать кристаллы и рассказывать про новые вещи. Кстати, я думал уже продавать свой Гелендос, потому что... Ну, на гелике я катаюсь, конечно. Давайте я его лучше сейчас заспавню. Сейчас. Берем гелик. Вот. И я думал покататься на Гелендос. То есть покататься еще чуть-чуть и все, продать его, потому что... Ну, блин. Ну, он офигенный. Вот кто бы что бы не говорил, что новый гелик говно. То, что он такой, такой, сакой. Что, что, сакой? Я понял. Ну, он офигенный. Он дарит кучу эмоций. И я, в принципе, рад, что его купил. Диски я покрасил, типа, эти ободочки белым, как у настоящего АМГ. И я кайфую от него. Я катаюсь. Просто он чуть-чуть потнит слишком сильно спереди. У меня опять штраф. Я каждый... Я не понимаю. Я каждый раз получаю штрафы везде. И я не знаю, что еще решить по поводу качества моих видео. Потому что качество на видосе, что-то говно какое-то. И нужно что-то решать. Кстати, я не проверил одного человека. Я понял. Его нет. Ну, тогда просто едем, кайфуем. Сколько он жрет, я не понимаю. Я реально не понимаю. Вот просто посмотрите на сколько он жрет. За это можно лайк. Это точно. 93 литра. Сейчас я разгонюсь и буду сейчас... 92. 91. Сейчас. 92. Сколько секунд ему понадобится? Нужно, чтобы сожрать 1 литр. Сейчас. Ой, 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 ой. 91. Вот. Мы просто проехали сколько? Метров 50. Сколько тут в игре? То есть, ну ладно, не 50, но больше чуть-чуть. Ну, он уже сжирает весь бензин. Я не понимаю, сколько можно. Но мне говорили то, что X5M еще больше жрет. Но при этом я спросил реального владельца X5M. Он мне сказал то, что все окей с ним. То есть, как-то понимать. Там чувак застрял в текстурках. Все окей. Еще многим нравится мой Гелендос, потому что он такой стильненький, красивенький, черненький сейчас. И я могу дать кататься даже моим подписчикам, потому что, ну почему бы и нет. Они просто подходят такие и говорят, о, привет. Дай там, не знаю, тачку, дай покататься. Я такой, оп, ну давай, катайся. И я не против этого. Я вообще не против. Хотите покататься на Гелендосе, просто подойдите ко мне. И попросите. Может быть, я дам, если я не катаюсь на этой тачке сейчас. Хотя, и даже если я катаюсь, то я могу сменить ее. Что у меня на улице там происходит? Сейчас, куда поехать? Я собираю кристаллики. А у меня уже есть своя карта, если что, кстати. Я ее сам создал. Ох, какой приятный звук из носа, конечно, у меня. Что вас ждет, кстати, в следующей серийке? Следующей серийке, серийке, либо я продам Гелендос. Но это, не знаю, не знаю, еще не точно. Еще я хочу, что еще сделать? Ауди, я точно не знаю, если я продам. Я очень сильно не уверен, что я могу еще сделать. Я хочу сделать серийку по поводу того, что я хочу сдать на права, наконец-то, на... Еще лайк. Можете поставить два раза лайка с двух аккаунтов сейчас. Я хочу сделать себе права на самолет. Ну, то есть на вертолет, потому что у меня никогда их не было. Я хочу себе сделать. Мне это интересно. Вот еще один кристаллик, нормально. Значит, самый последний либо в ЛВ, либо в ЛС справа. Так что будет интереснее качать сейчас. Многие, кстати, не собирают кристаллы. Пацаны, если вы не понимаете, зачем собирать эти кристаллы, просто собирайте. Просто начните собирать, и у вас пойдет как мания какая-то. И у вас будет тянуть это, и будет, не знаю, вы сами захотите их собирать дальше, потому что у вас сейчас будет оффроудик. Что я хотел сказать-то? То, что начните собирать это, вам будет полезно. Либо в трудные минуты у вас не будет хватать там 30 тысяч, и вы можете сразу в казино собрать их. То есть крутануть один раз, и у вас уже будут 30 штук. Либо же, другая вещь, которая вам поможет, эти кристаллики, вы можете просто в один момент сменить себе ник, если вам не понравится что-то, или я не знаю. Вот я заметил то, что самые богатые и самые крутые чуваки на серваке имеют просто обычный ник, мелкими буквами. То есть самое первое большое, а потом мелкими. И после этого, что я хотел еще сказать-то, после этого, этот ник, короче, белый еще. И я заметил все это, я заметил то, что у меня обычный колхозный ник, и я решил сменить его. И сейчас у меня реально хорошенький ник получается. И я очень сильно доволен этим, но я собрал, собирал это очень долго. Ой, сейчас будет лагать, не надо, не надо, брат. Ой. Сейчас бы делать арабский дрифт. Кстати, если вы ставьте, ставьте мне много лайков и будете подписываться, то я, наверное, когда... Да, постареве хотел сейчас сказать. Я повзрослею еще... Какой повзрослею? У меня уже мог получать права. Так вот, я куплю себе тачку и буду делать арабский дрифт. В реальной, в Израиле. Хотите? У меня, наверное, тогда заберут в ментовку и будут бить. Ну, вообще-то ладно, не будут бить, но просто... Фига себе, скоростной. Не будут бить, а будут, как называется, просто заберут у меня тачку, я не знаю, права там все это. Но, если вы реально будете подписываться и смотреть мой контент гениальнейший, то, возможно, я реально куплю себе какой-нибудь таз, наверное, я смогу сделать что-то. Я могу сказать... То есть, в Израиле вообще невозможно, в принципе, сделать тюнинг на какую-нибудь тачку. Без того, чтобы вас поймала полиция и все, вам... Вам плохо будет, но... Ой. Плюс еще 7 штук. Что-то мало набирает. 305. Типа, имена вам про гелик говорит или что? Что мало... Что мало набирает? Эм... Не знаю, мне кажется, для такой коробки норм. Норм. Генеральный гелик это просто коробка. И, учитывая, что какая-то коробка летит 300 км в час, то это достаточно еще хорошо. Где последний долбанный кристалл? Я его жду и ищу. Если его нету там, то я уже знаю, где самое последнее, самое точное место, где он может находиться. Походу, это не здесь. Походу, я опять ошибся. Не знаю, мне нравится гелик тем, что тут чип от восьмерки. Тут, короче, чип от восьмерки, когда я торможу, то он такой плавненько, хороший. Что хорошего? Хорошенько вот так вот тормозит. Что у меня там на улице опять происходит? Что-то бомбит. Типа, что ли, ситуация в Израиле, где сидишь просто и думаешь на улице. Это... Не-не-не, сейчас. Я вам расскажу. Типа, такой в России или там в Украине, там сидишь спокойненько себе дома. Что-то на улице, какой-то звук такой. А, это, наверное, что-то упало. А в Израиле? Ну, это, наверное, что-то там взорвалось. Потому что даже вчера возле моей школы были какие-то разборки, там, не знаю, там... Стрелял кто-то. Я не знаю, что там было, я не хочу даже знать. Лайк. Почти. Где? Последний кристалл. Пожалуйста, дайте мне его. Пожалуйста. Пожалуйста, брат. Брат, пожалуйста. Как я уже делал этот вас, брат, пожалуйста. Почему нету кристалла? Я не понимаю, я не понимаю. Наверное, она нас с ПБУ же катается такой и думает. Как ему сказать, что я хочу уже уйти отсюда? Потому что, я думаю, он так и хочет, наверное. Но я уже сейчас должен найти последний кристалл и всё будет. Пожалуйста, последний. Что у меня за звуки? Это звуки радиатора машины на улице. Ой, всё, сейчас мне бибикали тут на улице. Я понял. Пацаны, наверное, я буду сейчас заканчивать серийку, а последний кристаллик я уже сам найду. Вы уже в курсе всех новых, всех новостей, так сказать. И всё. Я думаю, это самое важное, что нужно было рассказать. Потому что у меня новая тачка. И я не показывал ещё мою новую... Мою бэху, как она накрашена. Да, накрашена. Перекрашена. И всё. Опять штраф 500 рублей. Но я хочу взять себе кристаллик. Наверное, он тут. Нет? Нет. Так вот. Пацаны, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok